Военкомы разносят повестки продавцам елок. Назван предполагаемый убийцей Евгения Пригожина. А в Петербурге очередные облавы на новых граждан России. Всем привет! Это новости воздух на канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Юлия Азарова и в ближайшие минуты я расскажу вам о главных новостях к этому моменту. Но пока поставьте лайки и подпишитесь, а мы начинаем. Праздник к нам приходит, а в России еще и в компании Военкома. В Челябинске на елочных базарах продавцам-мигрантам вручили повестки в военкомат. Об этом сообщило местное издание 78.ру. Всего полицейские проверили 30 иностранцев. 10 из них оказались нарушителями миграционного законодательства. Четырех продавцов выдворяют из страны. Еще одна облава на мигрантов прошла в Петербурге. Там в Лахте-центр приехала Росгвардия. Причем ее специальный отряд быстрого реагирования. Стражи порядка проводят масштабную проверку документов. Иностранцев, работающих без разрешительных документов, отправляют на родину. Те из них, кто уже получил российское гражданство, но не успел встать на воинский учет, осведомляют о такой обязанности. Судя по всему, осведомляют, как деликатно сказала журналистка, это значит вручают повестки. Убийство Евгения Пригожина организовал секретарь российского совбеза, бывший директор ФСБ Николай Патрушев. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Информацию журналистам передали представители западных спецслужб и бывший офицер российской разведки. По их словам, Патрушев изначально опасался Пригожина и считал его угрозой Кремлю. Путин уже долгое время устраивали военные успехи ЧВК Вагнер. Когда Пригожин начал грубо требовать боеприпасов и идти на открытый конфликт с российским военным командованием, Путин просто начал его игнорировать. Патрушев выжидал. И тут ему на руку пришелся летний мятеж вагнеровцев. Опасность Пригожина была уже очевидна. И Патрушев разработал план убийства. По данным Wall Street Journal, Путин его одобрил. 23 августа под крылом Пригожинского самолета установили бомбу, которая взорвалась, когда самолет был в небе. Путин позже утверждал, что пассажиры самолета взорвали на борту гранату. Он также намекал, что Пригожин и его соратники находились под воздействием наркотических веществ. И к новостям войны в Украине. Два человека пострадали в результате ночной российской атаки Киева. Одного из них госпитализировали. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. По данным городских властей, обломки беспилотника упали в трех районах города. В Соломенском районе попало по верхним этажам жилого дома. В трех квартирах частично разрушены стены. Еще в трех выбиты окна. В Дарницком районе обломки упали на частный жилой дом, но никто не пострадал. И в Голосеевском районе также обошлось без пострадавших. На оккупированных территориях сегодня ночью тоже было неспокойно. В Макеевке после обстрела начался сильный пожар. По предварительным данным, в результате была повреждена система газоснабжения нескольких городов, так называемый ДНР. В самом Донецке под обстрел попал медицинский центр. По данным оккупационных властей города, ВСУ обстреляли республиканский травматологический центр. Как сообщает телеграм-канал Астра, четыре человека ранены. Среди них сотрудник ДПС. У него открытый перелом нижней челюсти. Два пальца на левой ноге также пришлось им путировать. А в Мариуполе тем временем установили елку. Ну, казалось бы, что такого, тем более это даже не главная елка города, но, как всегда, есть нюанс. Установили ее прямо перед развалинами драматического театра, который в прошлом году разрушили вооруженные силы России. Что характерно, Путин, который собрался наводить порядок в Украине, не может разобраться в собственной стране. И вот очередное наглядное подтверждение. Жители закрытого военного городка Знаменск в Астраханской области пожаловались, что уже больше недели живут без отопления. Испытывают проблемы с подачей воды, в том числе питьевой, света, а также со связью и с дорогами. Кроме того, детям негде учиться. Уважаемый Владимир Владимирович, только Ваша воля и вмешательства могут изменить сложившуюся ситуацию и заставить чиновников всех уровней исполнять действующее законодательство в целях обеспечения жителей за то Знаменск достойными условиями проживания. И да, это тот самый Знаменск, жители которого жаловались еще на прямой линии Путина 14 декабря. Но, как видно, за это время ситуация никак не изменилась. И даже привычное решение проблем в ручном режиме не работает. Кстати, что характерно, большинство жителей Знаменска сотрудники полигона Минобороны Капустин-Яр, где проводятся испытания баллистических ракет. Американский конгресс мешает администрации Джо Байдена выделить Украине очередной пакет помощи, а дела Киева на фронте оставляют желать лучшего. В связи с этим Белый дом ищет другие источники средств и начал срочные переговоры с другими странами Большой Семерки об использовании замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет газета New York Times. По словам источников издания, обсуждения ведутся между министрами финансов, представителями центральных банков, дипломатами и юристами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, Японии. Вашингтон настаивает, чтобы стратегия использования российских резервов была выработана к годовщине вторжения, то есть к 24 февраля. При этом большая часть активов российского центробанка заморожена в Европейском Союзе. 210 миллиардов евро из 260. Чешская полиция назвала имя пражского стрелка. По предварительным данным, это 24-летний уроженец города Гастаунь, студент Давид Казак. Сообщается, что он покончил с собой. А в его доме обнаружено также тело его отца. Мотив стрелка пока неизвестен. При этом в Телеграме нашелся его предполагаемый дневник подготовки к шутингу. До вчерашнего дня он был закрытым. Записи велись от имени пражского стрелка на хорошем русском языке. Автор канала восхищался скул-шутингами в Казани и Брянске. Впрочем, многие журналисты усомнились в том, что дневник вел имя на Казак. Во-первых, уж слишком богатый русский для Чеха из деревни. Во-вторых, некоторые манипуляции с каналом проводились уже после гибели его предполагаемого автора. Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова отправили в колонию строгого режима на 12 лет. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в 80 миллионов рублей. Соответствующее решение принял Преображенский суд Москвы. Абызова признали виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Его задержали в 2019 году, когда он вернулся в Россию из Италии. И с тех пор он находился в СИЗО. Как отмечает издание агентства, это самый большой срок для министра федерального уровня, по крайней мере, с 1991 года. Абызов стал уже четвертым осужденным бывшим членом команды Дмитрия Медведева. В свою очередь ТАСС отмечает, что через три года Абызов может попросить об условно-досрочном освобождении. С учетом проведенного в СИЗО времени, к тому моменту он пробынет в заключении уже более 7,5 лет. И о еще одном громком уголовном деле стало известно сегодня. Правда, на этот раз под раздачу попал оппозиционный политик и иностранный агент Леонид Гозман. По информации ТАСС, его обвиняют в распространении фейков об армии. Ну а поводом стали публикации в соцсетях политика. Я напомню, что после начала полномасштабной войны Леонида Гозмана уже дважды арестовывали за посты в соцсетях. Кроме того, на него и его жену завели уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. В результате, проведя под арестом 30 суток, Гозман уехал из России. И напоследок о том, кто вернулся. Алексей Навальный. Пошел 17-й день, как ничего не известно о том, где он находится и что с ним происходит. Сегодня должно было состояться два заседания суда по искам Навального к исправительной колонии номер 6 Мелехова. И его снова не вывели по видеосвязи. В соцсетях команда Навального пишут, что так долго его не скрывали никогда. И это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Вечером на канале Ходорковский лайф-программу «Воздух». А пока посмотрите другие наши интересные видео. Вот прямо сейчас они уже появляются у вас на экране. Всего хорошего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok